Добрый вечер, уважаемые коллеги! Нормально меня слышно, да? Мы начнём последнюю лекцию. Немножко мы затянули. Лекция моя посвящена научному направлению, которое в рамках гидрологии существует достаточно давно, но при этом остаётся экзотическим, малопопулярным, поскольку не входит в основной мейнстрим, который в настоящее время представлен стоковыми моделями и связанными с ними моделями, скажем, эрозии, качества, то есть всё то, что составляло значительную часть докладов конференции, которая только что закончилась. Структурно-гидрографический анализ речных систем посвящён анализу структуры и морфометрии основных, я повторяюсь, да, структурных линий речного бассейна, то есть речных и водораздельных сетей речного бассейна. Ну, с речными сетями все знакомы, каждый, кто глядел на карту, их видел и не мог любопытный взгляд, не обратить внимания. Это один из наиболее интересных элементов любой карты. Это древовидные структуры, чрезвычайно разнообразные с одной стороны, а с другой стороны чрезвычайно похожие друг на друга в разных регионах. Они покрывают почти всю территорию суши земного шара, причём они существуют даже там, где на карте не нарисованы постоянные водотоки, потому что чаще всего в таких местах существуют временные водотоки. Вот это вот сочетание локального разнообразия и глобального единообразия, оно чрезвычайно удивительно. То есть, давно обратили внимание на то, что в условиях очень разных ландшафтов, в очень удалённых друг от друга регионах речная сеть, если аккуратно прорисовать, выглядит подобно, и её морфометрические характеристики очень устойчивы, несмотря на совершенно разные условия и рельефы, и климата, и тому подобное, в которых оно существует. Кроме того, речная сеть обладает ярко выраженным свойством самоподобия, это называется ещё эффект лунной поверхности, то есть при рассмотрении как бы в разном масштабе картинка, которую мы видим качественно, остаётся единообразной, одинаковой. Крупные элементы при увеличении масштаба уходят из поля зрения, проявляются мелкие, а в целом картина сохраняется. Это называется эффектом лунной поверхности, потому что поверхность Луны, когда появились хорошие снимки, тоже стало видно, что она вся покрыта разномасштабными кратерами, и, меняя фокусировку, так сказать, фотоаппарата, всё время картинка одна и та же. Бесконечное разнообразие разного размера кратера. На картах не рисуют водораздельные сети, но все специалисты наука Земле понимают, что если их аккуратно провести, то это тоже будет сеть, которая взаимно однозначно и неразрывно связана с речной сетью, потому что каждый водоток окружён водоразделами, и каждый водораздел разделяет водотоки. Вообще, бассейновая организация признаётся сейчас одной из ключевых в организации географической оболочки Земли в целом. То есть, бассейновый принцип сейчас практически во всех науках о Земле либо применяется, либо рассматривается как перспективный. И из этого это определяет фундаментальную значимость исследования структуры и морфометрии речных систем. Здесь я привёл публикации, которые кажутся мне наиболее интересными, именно в плане гидрологического направления этих исследований, потому что этой же проблемой занимаются и геоморфологи, и геологи, и, ну, как минимум, из известных мне работ, геоморфологи, геологи этим тоже занимаются. В гидрологии всё началось традиционно, мы считаем, с работы Хортона, разионное развитие рек и водосборных бассейнов. А в России такой классической, исходной монографией является работой Николая Александровича Рженицына «Морфологические и гидрологические закономерности строения речной сети». Здесь я привёл, кроме вот этих классических работ, некоторые знаковые. В основном, к сожалению, это направление, особенно после конца 70-х, начала 80-х годов, развивалось за рубежом. В России после 1980 года можно сказать, что крупных успехов в этом направлении не было. Вот есть этапная монография Родригеса Турбо и Риналдо про тайный речной бассейн случайности самоорганизации 1977 года, где подводится итог на тот момент и, можно сказать, заложена основа теории речных систем. Ну, и тут же приводится список работ, в которых я участвовал, то есть, или которые выполнялись мной или под моим руководством. Но не могу не отметить, что первая работа, посвящённая водораздельным и тальвиковым сетям речного бассейна, которую удалось найти, относится практически к середине 19-го века. выполнена в США, когда там ещё гидрологов не было. И вот это вот показатель того, насколько интересен этот объект. То есть, когда ещё и науки не было, а, можно сказать, на тот философский взгляд не мог проходить мимо этого явления. В лекции своей сначала я несколько фундаментальных вопросов хочу обсудить, а потом перейти к конкретному исследованию, связанному с моделированием речной сети на основе комплексного энергетического индекса с использованием цифровых моделей рельефа и затем к методологии порядковой классификации речных водоразделов, что является существенной инновацией по сравнению с ранее выполненными работами. Ну, наиболее известный результат Хортона, который всем гидрологам и геоморфологам я считаю известен, он есть во всех учебниках, и вошел в качестве элемента в инструментарий всех известных мне ГИС-систем, Варкмэп и другие ГИС-продукты. Это Хортоновская порядковая классификация по Хортону или по Хортону-Штралеру и так называемые законы Хортона. Значит, здесь представлен фрагмент цифровой модели рельефа, это стандартный материал в наше время, чего 20 лет еще назад совершенно не было, стандартный общедоступный материал, совокупность пикселов, где показана высота рельефа, пикселы достаточно малы, сейчас базовыми покрытиями является СТМ с размером пиксела 90 метров, АСТР с размером пиксела 30 метров и на подходе более подробные, но это пока коммерческие продукты. С помощью стандартных процедур, например, Артмэпа, производится анализ этой цифровой модели рельефа и в ней выделяются пикселы, относящиеся к речной сети. Стандартным приемом при этом является назначение так называемой критической площади, то есть определяются направления стекания для каждого пиксела, а потом подсчитывается для каждого пиксела, сколько пикселов сливают воду в данный. Те пикселы, которые имеют максимальные высоты, то есть вблизи водораздела, они имеют маленькую величину накопленной площади, а далее вниз по линиям тока это увеличивается и назначается граничная площадь, начиная от которой пиксел считается относящимся к речной сети. Это, повторяю, стандартный прием, реализованный в стандартных программных пакетах. В результате получается вот такая речная сеть. К этой речной сети тоже есть стандартные инструменты построения частных водосборов, измерения длин, высот, уклонов и других характеристик. Так называемые законы, вот, да, здесь мы видим, порядковая система заключается в том, что бесприточные водотоки относятся к первому порядку, это классическая система Хорта на Штрайлера. После слияния двух первых порядок в порядок становится вторым, после слияния двух вторых порядков в порядок становится третьим, двух третьих, четвертым и так далее. Вот эта классическая система Хорта на Штрайлера. Существуют некоторые ее варианты, я не буду на них останавливаться, Они связаны с такими фамилиями, как Шериф, Шайбегер. Они несколько усложняют или улучшают эту схему, но суть остается неизменной. После того, как определен водоток первого порядка, так называемый элементарный водосбор, после этого структура выстраивается сама собой, и анализ ее становится относительно простым. Законы Хоттана сводятся к тому, что основные, многие основные гидрографические и гидрологические характеристики речного бассейна от порядка зависит, описываются в зависимости от порядка простыми логарифмически-линейными закономерностями. То есть отношение площадей, средних площадей водотоков соседних порядков является постоянным. Отношение длин водотока, средних длин водотоков соседних порядков, отношение количества водотоков соседних порядков и уклонов, и средних многолетних расходов являются, ну как, непостоянными, но весьма устойчивыми величинами. В результате чего среднюю характеристику каждого порядка можно вывести вот с помощью такой простой логарифмически-линейной зависимости. Это очень красивый результат, он многократно подтвержден в разных регионах, в разных ситуациях, но все время с подчеркиванием того, что он выполняется статистически и в рамках относительно ландшафтно-однородных областей, то есть областей, где климат, рельеф, геология, растительность относительно подобны. Значит, я уже обращал внимание, что для всех порядковых систем ключевым является понятие водотока первого порядка. Водоток первого порядка в рамках структурно-гидрографического анализа заключает в себе всю качественную определенность гидрологических процессов. То есть это водоток, который собирает достаточно воды, чтобы стекает течение, происходило устойчиво большую часть года, чтобы ее было достаточно для эрозионного развития бассейна, то есть для формирования русла, долины, для специфических форм транспорта наносов, достаточно глубокое врезание, чтобы обеспечить взаимодействие с подземными водами и течение в течение большей части года. Короче говоря, вот этот вот элементарный водоток – это ключевое понятие, которое составляет основу любых структурных построений. Тем не менее, вот и в этих порядковых построениях отношение к порядковой классификации у многих исследователей сложилось такое, что это нечто вроде классификационного подхода, несколько более подробного, чем обычное деление водотоков на большие, средние и малые. То есть порядок – это некая обобщенная характеристика крупности водотоков. На самом деле, смысл понятия порядка, с моей точки зрения, гораздо интереснее. Это некое отображение внутренней сущности бассейна, то есть его естественного масштаба. И на эту мысль наводят уже первые работы Рженицына, на которые в России не обратились, с моей точки зрения, достаточного внимания. Дело в том, что в гидрологии множество формул, эмпирических, полуэмпирических, где в качестве независимых переменных используется, например, площадь водосбора, или длина водотока, или что-нибудь еще, какая-нибудь из таких характеристик. Мы считаем их независимыми переменами, например, площадь водосбора. Действительно, если мы произвольно выбираем створ на реке, то площадь водосбора может быть любой. Однако, если мы перейдем к природному выбору створов, то оказывается, что площадь водосбора независимой величиной не является. Вот здесь представлены данные Рженицына, измерения площадей водосборов, выполненных в точках слияния водотока. То есть это естественные створы, те, которые назначила природа. Что мы видим? Очень ярко выражены многомодальные распределения. То есть на шкале размеров есть пучности, которым тяготеют площади речных бассейнов. Очень четко тяготеют. И есть разделяющие их промежутки, где речной бассейн, то есть слияние водотоков, не формируется. Рженицын уделил этому большое внимание и назначил в своей системе порядковой классификации первый водоток как раз на основе анализа вот этих вот многомодальных систем. Правда, к сожалению, при внимательном прочтении его текста я не нашел, на какой основе он произвел этот выбор, но он выбрал размер около 1 квадратного километра и потом положил это в основу своей порядковой классификации. Во всяком случае, он не сомневался, что вот эти вот пучности – это и есть настоящие порядки вне прямой зависимости от характера слияния. Аналогичные результаты были получены для длин рек. Естественно, эти графики тесно связаны. Для величины среднемноголетнего расхода воды тут зависимость, естественно, несколько размыта, но она хорошо прослеживается. А вот это результаты исследования, которые я выполнял много лет назад. Женицын работал на территории европейской территории России по многим бассейнам. Я работал на юге Дальнего Востока. Здесь конкретно представлены исследования на территории Приморской водно-балансовой станции. Это небольшая река площадью 1500 квадратных километров, где были руками измерены все площади водосбора до точек слияния. Их было около 600, если я не ошибаюсь. Прямо, ну, это было сделано давно, более 20 лет назад, то есть измерения проводились по бумажным картам. Вот эти вот гистограммы показывают фрагменты общей гистограммы площадей, которая была получена. Они даны в разных масштабах. Вот этот фрагмент от 1 до примерно 5 квадратных километров показывает вот эту многомодальную структуру. А это в интервале от 100 до 400 квадратных километров. Параллельно была построена очень простая, теоретическая, можно сказать, комбинаторная модель, которая рассматривала структуры речных систем от 1 до 6-го порядка, точнее говоря, ошибаюсь, от 1 до 6-ти входов. Они имеют разный порядок, но здесь 1 вход, 2, 3, 4, 5 и 6 водотоков 1-го порядка. Вот в этой системе были назначены средние площади водотоков 1-го порядка и определенные правила нарастания площадей при их слиянии. Очень простые. И вот эта вот простенькая модель дала вот такую вот гистограмму, которая показывает, как площади, частоту встречаемости площади водосбора, когда мы рассматриваем систему трех ближайших порядков. Здесь условные порядки от 1-го до 3-го. 1-й, 2-й, 3-й порядок. Вот получено теоретическое распределение частоты площадей бассейнов вот такого вида. Очень хорошо видно близкое совпадение вот этой вот теории с измерениями в различных интервалах размера. То есть по нашим представлениям вот это интервал реального 1-го, 2-го, 3-го порядка, а это реальный интервал 5-го, 6-го, 7-го порядка. И вот эти вот фрагменты близко друг к другу совпадают. Значит, более того, независимо до того, как я познакомился с результатами от Женицына, независимо была получена та же оценка 1 квадратный километр для водотока 1-го порядка. Это получается разными способами. Я сейчас не буду останавливаться на деталях, но вот эта выдержанность размера водосбора или водотока 1-го порядка, элементарного водосбора в совершенно различных регионах она крайне характерна. Теперь немного о том, как изменяется размер водотока 1-го порядка, если мы подходим к его определению формально. Так как это делается в большинстве исследований. В большинстве исследований берется за основу карта какого-то масштаба, и все водотоки, которые не имеют притоков, считаются первым порядком. Совершенно очевидно, что при этом размер порядка прямо зависит от масштаба карты. Однако, легко показать, что он зависит не только от масштаба карты, но и от элементов ландшафта, от рельефа, климата и других характеристик. Это результаты исследования, проделанного на той же реке Комаровке. Это 1500 квадратных километров, но там большое разнообразие условий. Здесь показаны, как меняются осадки, рельеф и уклоны. То есть, в этом небольшом бассейне выделяются 4 ландшафтные зоны от низких равнин до среднегория, существенно разными величинами осадков. И при анализе частных водосборов площадями от 20 до примерно 50 квадратных километров, то есть, очень маленькие бассейны в пределах этого водосбора, они четко подразделяются на 4 ландшафтные группы, существенно различающиеся, в том числе по густоте, длине, уклоном речной сети, то есть, по всем характеристикам. Вот результаты сопоставления. Здесь в верхней части таблицы показаны результаты определения речной сети по цифровой модели рельефа при назначении разных величин граничной площади от 0,1 км до 20 квадратных километров. А ниже представлены характеристики речной сети, снятых с топографических кат разного масштаба. То есть, по тем четырем зонам, о которых я говорил, получены совершенно разные результаты. Здесь помечено, когда результат цифрового моделирования речной сети совпадает с соответствующей картой. Ближе всего совпадает. То есть, если мы берем за основу 25-тысячную карту, то у нас первый порядок в зоне 1 получается 0,2 квадратных километра, в зоне 2, 0,5, в зоне 3, 1 и в зоне 4 тоже 1. Вот эти вот диапазоны. Диапазоны водосборов первого порядка. Это было сделано за тем, что, с одной стороны, показать, насколько результаты формальной порядковой классификации речной сети зависят от характера карты и ландшафтных условий, а с другой стороны, показать, что все-таки при этом соблюдается относительно узкий диапазон масштаба. То есть, полностью покрывается от 0,2 до 2 километра квадратных. Это один порядок, что, в общем, означает, что некоторая средняя величина все-таки существует. Данные по 200-тысячной карте признаны некондиционными, то есть она вообще не отображает адекватно речную сеть такого масштаба. Те же результаты были получены независимо, я не буду останавливаться, это так называемая диаграмма уклон-площадь. Важно, что вот этот результат около 1 квадратного километра элементарного досбора получен разными способами при разных подходах к анализу. Я сказал о фундаментальной значимости этих характеристик и порядковой классификации. Вообще исследование структуры и морфометрии речных сетей. Но не могу не подчеркнуть также и прикладную их значимость. Вот эти зависимости типа законов Хоттена, они получены, вот обращая внимание особенно на расход, они, попытки получения их были для многих гидрологических характеристик. И на этой основе выводились многочисленные зависимости, называемые индикационными, которые позволяли оценивать разнообразные гидрологические характеристики в неизученных регионах. Это одна из классических задач гидрологии, оценка гидрологических характеристик при отсутствии данных наблюдений. Вообще тесная связь параметров структуры речных систем и параметров функционирования, или можно сказать, параметров моделей стока, сейчас представляется очевидной, но вопрос этот разработан достаточно плохо. Мы стоим в самом начале этого пути, но информация о структуре речных систем это то, что часто единственная информация, в которой мы располагаем в неизученных регионах, это, как правило, единственная или основная информация, которой можно пользоваться для палеогидрологических реконструкций. И могу сказать, что не так давно появились работы по инопланетной гидрологии, по гидрологии Марса, где оценки гидрологических характеристик и характера процессов сделаны на основе анализа структуры систем, но это не речные системы, систем потоков, которые прослеживаются на поверхности Марса. Одной любви работы такого рода мне уже попадались. У меня осталось 10 минут, по-видимому. Значит, какие работы решались в исследованиях, связанных с усовершенствованием методов моделирования речных и водораздельных сетей на основе цифровых моделей рельефа? Прежде всего, как все-таки оптимально определить условия, при которых происходит формирование водотока первого порядка, имея в качестве исходной информации цифровую модель рельефа и другие геоданные, то есть общедоступные покрытия различных данных ландшафтного характера. Но основа — это рельеф. Это первое. То есть вопрос формализации связей между топографией рельефа и речной сетью. Попытка решить об оптимальном способе оцифровки речной сети с цифровой моделью рельефа, таким образом, чтобы пользоваться общедоступными данными и получать результат, как и в других случаях, близкий к реальности. И второй вопрос, который решался, можем ли мы как-то предложить порядковую классификацию водоразделов, которая была бы неразрывно связана с порядковой классификацией речной сети, и также было бы возможно осуществлять оцифровку и порядковую классификацию водораздельной сети на основе обработки цифровых моделей рельефа. Значит, для решения первой задачи в той книге, о которой я говорил Родригеса и Турбо Ринальдо сделана сводка, и на основе обширной литературной информации предложена вот такая общая формула индекса, которая включает расход воды, среднемноголетний расход воды и локальный уклон. Все остальное – это коэффициент. То есть вот такая общая форма индекса, которая в разных комбинациях, в разных вариантах применялась множеством авторов именно в среднем масштабе. Сейчас мы говорим о среднем масштабе карты, потому что ЦМР 90 и 30 метров соответствует как раз среднем масштабным картам. Какие варианты этого общей формы существуют? Первый вариант общепринят, и когда мы фактически берем один расход из этой формы и заменяем его площадью водосбора. Расход пропорционален площадью в щаде водосбора, значит, мы считаем условия совершенно однородными, как условия подстилающей поверхности, так и условия увлажнения. Понятно, что эта методика работает только на ограниченных участках, на небольших бассейнах, тем не менее, на настоящий момент она общепринята. В качестве альтернатив в литературе есть так называемый энергетический индекс, это площадь, умноженная на локальный уклон, она выводится из формулы энергии потока, потери энергии потока в стационарном состоянии, и формула напряжения сдвига. Вот это индекс напряжения сдвига, он с помощью обрубления выводится из формулы напряжения сдвига для тоже потока в стационарном состоянии. В качестве усовершенствования вот этих формул есть варианты, где вводятся осадки или осадки за вычетом некоторой минимальной величины, то есть это основано на представлении о том, что есть аридные зоны, где некоторое небольшое количество осадков не приводит к формированию речной сети. То есть энергетический индекс был добавлен нормой осадков. Осадки из гидрометеорологических характеристик это наиболее контролируемая величина. У нас есть климатические покрытия на всю территорию Земли, где относительно хорошо отражены осадки. По той же реке Комаровки было проведено исследование, в котором все эти варианты индексов были использованы для автоматической оцифровки речной сети. Вероятно, не очень хорошо, но все-таки видно. Вот это вот речная сеть, снятая с карты сто тысячного масштаба, то есть это реальность. Это оптимальная речная сеть, полученная с помощью простейшего индекса граничной площади. Это оптимальная сеть с помощью индекса площадь умножить на уклон. Это с помощью индекса напряжения сдвига. Это усовершенствованные формы. То есть это все оптимальные результаты, полученные с использованием различных индексов. Ну, видно, что стандартная методика дает результат совершенно не похожий на реальность, поскольку здесь густота речной сети получается одинаковая в любых условиях. Это всегда так бывает, не только на этом объекте. А другие результаты постепенно улучшают оценки. И вот сводная табличка, суть которой, ее нельзя прочесть быстро глазами, в том, что если смотреть очень детально, то последняя форма усовершенствованных индекса дает самый лучший результат. То есть она правильно отражает соотношение параметров речных сетей. Это число водотоков первого порядка в разных зонах, это общая длина водотоков разного порядка в разных зонах, и плотность речной сети. Вот последний вариант наиболее близок оказался к реальности. Поскольку предложенная формула включает в себя осадки, то она позволяет выполнять нечто вроде моделирования сценариев. Это результат, который не является ни в коей мере прогнозом, но здесь посчитаны возможная речная сеть при удвоении осадков и возможная речная сеть, если осадки в два раза уменьшатся. Вот такой спектр изменений возможен при таких вариантах. И конечная форма энергетического индекса, которая была предложена, что же это за пороговое значение осадков? В качестве него предложено просто годовое испарение. Норма годового испарения. Это уже оригинальное предложение. После этого вот в скобках у нас получается величина климатического стока. Норма осадков минус норма испарения. И вся форма индекса становится более понятной физически, она отражается в соотношении климатических и геоморфологических факторов формирования водотока первого порядка. А через величину граничной, через граничную величину этого индекса, при котором получается оптимальная речная сеть, этот же индекс отображает геологию, то есть степень сопротивления подстилающей поверхности эрозионному воздействию потока. Эта формула была протестирована на многих речных бассейнах юго-дальнего востока. Получены оптимальные значения граничных, граничные значения индексов для 16 бассейнов. И получен очень интересный результат, что бассейны распределились по величине граничной, по граничной величине индексов или по оптимальной величине индексов. Они четко разделились на три группы. Врезающиеся или молодые бассейны, молодые в биологическом смысле, где интенсивно идет процесс врезания, бассейны близкие к состоянию равновесия и бассейны, так называемые, геологически старые, то есть те, на которых уже преобладают скорее процессы аккумуляции, чем эрозии, и сеть не развивается, а отмирает. Я не буду останавливаться на деталях. Этот результат опубликован и проанализирован в более крупном масштабе на отдельных бассейнах. он показывает, что действительно величина граничной площади показывает характер, отображает характер геологического субстрата, но это очень сложный вопрос, в исследовании которого обязательно должны участвовать профильные специалисты, геологи, геоморфологи. То есть это задача, которая пока далеко не продвинута. при попытке построить логически непротиворечивую порядковую классификацию водоразделов столкнулись с рядом трудностей. Во-первых, чисто технически в ГИСе, ни в Аргмеде, ни в других ГИС-системах нет стандартного алгоритма выделения водораздела. Во-вторых, есть принципиальная разница между потоком и водоразделом. Для каждого водотока есть только один бассейн, который к нему относится. Его легко нарисовать. Это однозначное соотношение. В отличие от этого, водораздел, каждый водораздел относится к целой группе вложенных бассейнов, которые примыкают к нему еще с двух разных сторон. То есть, как решить эту проблему? Я пройдусь тут коротко, у меня мало осталось времени. В конце концов, было предложено следующий принцип выделения водораздела определенного порядка. Если у нас есть бассейн какого-то порядка, в данном случае третьего, то мы не можем считать весь его водораздел третьим порядком, потому что порядковая классификация основана на том, что мы сходные объекты относим к одной категории, а водораздел любого бассейна очень разнообразен. Он обычно меняется от каких-то слабо выраженных равнинных участков и вплоть до высоких гор, верховьях. То есть, это совершенно разный характер. Мы никак не можем считать, что вот это все водораздел третьего порядка. Значит, предложено выделять водораздел третьего порядка в данном случае на основе анализа пути добегания условной капли воды. Вот она где-то падает вблизи водораздела и движется по потокам разных порядков. Первый участок всегда считается нулевым, это склоновый, потом она попадает в первый порядок, потом во второй, потом в третий. Вот если она проходит вот такой путь 0, 1, 2, 3, такой путь мы называем полным, полная последовательность порядка. И только те участки водораздела, они выделены красным, которые соединены с замыкающим створом полной последовательностью пути, мы называем водоразделами третьего порядка. Вот этот принцип был положен в основу, но понятно, что этот водораздел третьего, этот водосбор третьего порядка может быть включен в обрамляющий его водосбор высших порядков. Тогда часть водораздела третьего порядка окажется включена в старший порядок, при этом мы всегда назначаем старший порядок водораздела. Был построен алгоритм, который пока еще не удалось полностью автоматизировать, но он почти, почти полностью автоматизирован, там есть элементы ручной обработки, ручной обработки, я не буду на нем останавливаться. В процессе обработки цифровой модели выделяются мозаики частных водосборов разных порядков. Бассейн реки Комаровки имеет пятый порядок, значит здесь первый, второй, третий, четвертый и пятый порядок. При этом попутно выявлена очень интересная закономерность, которая заключается в том, что если старший порядок занимает весь бассейн, а предыдущий порядок большую часть бассейна, то затем все предшествующие порядки имеют примерно одинаковую долю покрытия общего бассейна, которая приблизительно равна две трети или 67%, и эта закономерность выполняется для всех порядков. Точно так же анализировались восьмые, девятые порядки, все время от N-2 до первого порядка доля покрытия остается близкой к двум третям, ну и затем я опять же не буду на деталях, довольно сложная процедура анализа мозаики водосборов разнопорядковых, выделение их границ, а их границы это водоразделы, выделение в растровой форме поисков оправляющих водотоки разного порядка, вот так они выглядят, и когда мы имеем для каждого порядка частных водосборов такие схемы, мы назначаем индексы пикселов, первый порядок индекс 1, второй 20, третий 300, четвертый 4000, пятый 50 000 и так далее, если их больше, и потом мы их попиксельно суммируем, в результате чего получаем цифровые последовательности, которые как раз показывают, какие из пикселов соединены с замыкающим створом полным или неполным путем добегания, потом эти индексы переклассифицируются и получаются схемы разнопорядковых водоразделов, поскольку схема эта сложная, мы исключили два младших, остались порядки только от третьего и выше, вот так выглядит схема порядковой классификации водоразделов, это оригинальный результат, не так давно полученный, и было выявлено, что при этом водоразделы получаются сильно фрагментированные, потому что при таком способе назначения по полному пути получается большое влияние местных локальных врезов, которые нарушают полные пути, то есть это местная геология, местные эрозионные процессы вмешиваются и вот так фрагментируют водоразделы, с помощью рационального обрубления этой схемы получены более компактные схемы, и наконец уже получена конечная методика, она опубликована и она достаточно хорошо упробована, вот это примеры схем порядка классифицированных водоразделов и водотоков, то есть вот например тот же бассейн комаровки, у которого вот тут водоток старшего порядка, а вот тут участки водоразделов старших порядков и далее по нисходящей. Это было получено на малых водосборах, я сейчас не буду останавливаться на деталях, был получен результат, что эти схемы позволяют очень много сказать об истории геологического развития бассейн, то есть например всегда удается обнаружить так называемое ядро бассейна, в пределах которых накапливается его старший порядок и которое обрамлено водоразделами старшего порядка. Иногда этих ядер бывает два, вот это вот пример бассейна, у которого два ядра формирования. И затем идет область, в которой старших порядков водораздела нет, она может быть более или менее обширной. Ну а вот это вот пример бассейна, который в настоящее время является старым. Это река Борзия, это граница Оридной области, то есть там речная сеть скорее отмирает. и вот по схеме порядков водотоков и водоразделов очень хорошо прослеживается вот этой особенности этого бассейна. Ну и в конце я покажу результат наиболее новый, когда аналогичным образом обработан обширный бассейн 25 тысяч квадратных километров, построена его схема речной сети с высокой степенью достоверности на основе единого значения энергетического индекса и построена схема порядковая схема водоразделов этого же бассейна. Вот накладки это выглядит таким образом. Таким образом результаты полученные показывают, что предложенный комплексный энергетический индекс является адекватным и эффективным для автоматизированной оцифровки речной сети для неоднородных территорий, для неоднородных речных бассейн. Изменение граничного или порогового значения этого индекса отражает характер сопротивления подстевающей поверхности бассейна, то есть геологические условия и может отражать стадию развития речного бассейна, стадию экспансии, равновесия или деградации. И предложенная порядковая классификация водоразделов может составить возможно на основе порядковой классификации водотоков и с применением обработки в ГИС-среде, то есть на основе цифровых моделей рельефа. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Павелик, очень интересно, я вообще эта ситематика для меня нотаря, вот мне показалось, что очень похоже на ну вообще такие вот древолитные структуры, они часто поменяются и с помощью аппарата связанных с вот здесь развивается такая наверное что есть направление, которым лично я пока не занимался, но собираюсь заняться, есть 3D-моделирование, то есть принципиально модели эрозионного развития речного бассейна и речной сети основаны на очень упрощенных формальных представлениях об эрозионном процессе, то есть очень простые балансовые соотношения в каждом пикселе, по сути, по сути, это, да, клеточный автомат. Такого рода исследования есть, они были довольно многочисленны лет 30 назад, получены интересные результаты. Главной проблемой этих исследований стало то, что не разработана методика сопоставления результатов с реальностью. То есть методика позволяет воспроизвести генерализованные статистические характеристики речной сети. Да, такие модели получены. Но встал вопрос тот же, который, когда мы моделируем сток. А мы хотим смоделировать реальный гидрограф или реальный бассейн. И вот это пока даже на уровне подходов эту проблему преодолеть не удалось. То есть как запустить модель разъемного развития речного бассейна, чтобы получить результат, допускающий сравнение с реальным речным бассейном. Вот это ключевая задача, которая для меня наиболее интересна, и я надеюсь этим заняться. А в статистическом плане да, есть модели, принципиально воспроизводящие основные свойства речных систем. Ну, правда, только речных систем. Вот что касается водоразделов мне не попадалось. Мне кажется, я буду этим заниматься, да, развивать можно, безусловно. Да. мне кажется, то, о чем выроскарство очень перекликается с тем, о чем я говорил, когда мы все дали решение, то есть методика определения время между затоплением и подтоплением, я сказал, отсутствует, хотя мне пытается измножить, что там я в 360 все есть. На самом деле она отсутствует. На то есть посчитать нужные возможности. Мне трудно ответить коротко на ваш вопрос, вот почему я много занимался методическими разработками назначения зон затопления методического обоснования, связанными именно с массовым их определением, скажем, со сплошным определением границ затопления в регионе. В чем тут принципиальная проблема? Локальная методика есть. Вот прийти в это место, построить профиль, рассчитать расчетный расход, построить границы в этом месте зон затопления, заданной обеспеченности. Такая методика есть. Проблема в том, что сделать это 2 миллиона раз в пределах какой-нибудь области это уже немыслимо. Во-первых, технически, по финансам, по временным затратам это слишком дорого стоит. А во-вторых, потому что тут есть принципиальная методическая погрешность. Если мы это будем делать, 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 то в конце мы получим не то, с чего начали. Я сейчас затрудняюсь это объяснить, но совокупность многих локальных зон заданной обеспеченности не является глобальной зоной заданной обеспеченности. Это там есть такая научная зона затопления неэффективна, ее нельзя просто складывать из кусочков, ее надо в больших масштабах строить иначе, чем маленькие. Вот. Так вот, для Приморского края была разработана хорошая методика, которая включает в том числе и порядки водотоков обязательно включает в себя и где были даны рекомендации, как строить зоны затопления при отсутствии данных наблюдений или при дефиците данных наблюдений вот так вот сплошняком на регион, как подбирать аналоги и что брать за единицу. Было показано, что за единицу надо брать так называемый морфологический однородный участок речной системы, и в его пределах можно строить то, что практически удовлетворит вот запросы в плане зон затопления. Вот длинно отвечать не могу, а коротко ответ такой. Да, это до некоторой степени имеет отношение и есть даже пример научной разработки региональной доведенной до проекта нормативных указаний. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...